Всем привет! Немножко новостей. Значит, у нас сейчас декабрь идет, уже почти середина декабря. На декабрь у нас запланировано еще на ЗАКе. 89-я глава будет буквально через 2-3 дня, может даже раньше. 90-я глава, 90-я глава, для ЭТИ она вышла 2 дня назад. Сейчас мы уже начали ее тоже переводить, ну там чистить сканы, переводить потихонечку. Вот, это будет до конца декабря, 90-ю главу мы выпустим. 91-я глава, она есть на японском, но нет на анляйте. Будем ждать, когда будет готов анляйте. Всего на ЗАКе сейчас 93 главы, 14-го декабря, то есть через 3 дня, выйдет, какая глава уже? Господи, 94-я глава, да, у нас там, по-моему, да, 94-я. Я уже запуталась, честно говоря. Да, по-моему, 94-я. Сейчас у нас 89-я, 90-я, 94-я будет. Все. Вот, дальше что у нас? Дальше у нас идет школьный переполох в этом месяце. В этом месяце, значит, сегодня я загрузила дополнительные главы к 14-м, 15-му, 16-му, 17-му и 18-м томам. Это был перевод от команды JirUp, то есть они давно уже перевели эти главы. Просто они выложили на свой официальный сайт, а на читалке никто толком и не загружал их никогда. Вот, так что сейчас я загрузила на ReadMango, ну, а там дальше это разрастется другими способами. У нас есть люди, которые распространяют дальше новые главы. Значит, что тут у нас есть еще? Значит, в этих томах еще отсутствует перевод нескольких дополнительных страничек. Ну, они, в принципе, к сюжету мало имеют значения. Они сейчас есть на японском, мы будем их переводить, но уже после того, как закончим перевод основного сюжета. То есть сейчас, ну, выложили дополнительные главы, и следующая глава у нас будет уже с 19-го тома, ну, по порядку сюжета. Вот, еще мы хотели сделать, точнее, мы сделали даже такой вам небольшой подарочек для всех любителей школьного переполоха. Мы делали, точнее, даже переделали календарик один. На ReadMango почему-то он не загружается, у меня уже больше, чем по часу пытается загрузиться, прогрузиться файл, но не получается. Поэтому все заходите на нашу сайт, нашу читалочку, и вот тут вы увидите вот такой вот красивый-красивый календарик, который был выпущен к 2006 году. Но, так вышло, что 2006 год полностью совпадает по датам 2017 года. А так как японцы, они начинают свою неделю не с понедельника, а с воскресенья, то получилось так, что у нас, вот тут было, получается, воскресенье. Я просто поменяла это на понедельник, все красненькое превратило в беленькое, а здесь поставила, ну, короче, немножко сдвинул эти дни недели, и получилось, что цифры стоят прямо так, как будет у нас в 2018 году. Так что, пожалуйста, можете заходить на нашу читалочку, скачивать себе весь календарик и пользоваться на здоровье. Вот, это что касается школьного переполоха. Дальше у нас какие проекты? У нас еще есть проект «Поведенный храбрец», осталась последняя глава, мы уже взяли за ее перевод, но я не могу обещать, что мы успеем до конца этого года сделать ее. Я постараюсь, конечно, но не уверена я в этом. Скорее всего, будет в январе выход. Дальше, какие у нас еще там есть манги? Так, значит, «Голубое небо» оставляем на неопределенный срок, все идет не по плану, у нас тоже в январе будет выпуск, в декабре уже не успеваем. Ну, и, в принципе, и все. Значит, по стопам у нас что? По стопам у нас стоят, это у нас, как он называется, скучный мир, где не существует понятия пошлых шуток, пока что у нас в стопе, потому что там перевод на английский приостановился уже давным-давно, ну и у нас тоже, соответственно, приостановился. Когда будет свободное время, то мы будем переводить с японского. «Секрет, как будет» — это не наш проект, я просто немножко помогала. И «Репу» — это проект, который мы взялись за этот проект, потому что один человек попросил нас, перевели буквально там первые несколько страниц, и пока что забросили, потому что переводчика не можем найти подходящего. Ну, и, в принципе, и все. Вот, на этом пока что все по поводу манги и насчет Ютуба. Значит, те, кто смотрит наш Ютуб-канал, значит, в этом месяце еще будет выход буквально двух-трех видео по уроке по клину, тайпу и другим вещичкам по манге. А вот насчет марафона по клину, который я собиралась выпустить еще в октябре. Где-то в октябре у меня был переезд, и я просто не смогла бы это физически выполнить, сам марафон. Поэтому решилась его перенести, но на декабрь вряд ли сейчас в этом декабре. Я бы, конечно, хотела бы уже сейчас начать, но там у меня сначала идет мое день рождения, потом тут же Рождество, потом Новый год. В общем, эти праздники, я как-то не думаю, что у меня получится 30-дневный марафон выдержать полностью. А в январе, где-то в середине января, я улетаю в Питер буквально там на недельку-полторы, и я буду без компьютера. Я надеюсь, что к этому времени у меня может быть телефончик мой рабочий, потому что у меня телефончик утонул. Сейчас я пользуюсь стареньким флаем. Это у меня телефон мужа, уже лет 5, наверное, не больше. Там у меня не работают никакие... ну, не то, что не работает. Что-то там работает. Ватсап работает, например. А какие-то другие программки, вы считаете, что и не фурычат ничего. Так что, когда я буду в Питере, я буду, можно сказать, отрезана практически полностью от мира виртуального, от манги. Ай, ну, зато-то надо будет, конечно, сделать делишек важных. Вот. Так что в январе марафончик прийти тоже не получится, только, скорее всего, по приезду обратно в Германию. Так что, марафон пока откладывается. До марафона буду, поскольку какие-то взяшки, небольшие в руки по другим областям. Скорее всего, буду по звукам. А ну, на сегодня, наверное, всё. Всё, всё. До новых встреч. Пока-пока.